Вы смотрите итоговый выпуск программы де-факто событий и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Чрезвычайные ситуации, работа правоохранителей, дорожная обстановка, все самые громкие факты в еженедельной рубрике обзор происшествий. Спокойствие граждан, в том числе и ее заслуга, милиция, общественная и безопасность. Как обеспечивается порядок на улицах областного центра? Купил велосипед? Позаботься о его защите. Как не искусить вора и какое средство от угона самое лучшее, выясняла Вероника Гамзюкова. О чем говорит статистика Краши, как обеспечить сохранность имущества на время отпуска, поговорим с экспертом в студии. А также подборка происшествий, которые попали в объективы камер наружного наблюдения, авторегистраторов и мобильных телефонов со всего мира в рубрике «Я очевидец». Оставайтесь на «Беларусь-4». Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. В деревне Найда Житковического района в результате пожара погиб человек. Возгорание произошло в одном из домовладений. Его хозяйка, жительница райцентра, использовала территорию в качестве дачи. Однако около двух месяцев назад, без согласия владелицы, в хозяйственной постройке во дворе дома поселился мужчина. Со слов соседей, погибший характеризовался посредственно – курил и злоупотреблял спиртными напитками. Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали пожар, но помочь мужчине уже не смогли. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. А в Калинковичском районе спасатели помогли женщине выбраться из питьевого колодца. Сигнал поступил из деревни Клинск. Местная жительница упала в неэксплуатируемый колодец общей глубиной 4 метра с уровнем воды около полутора метров. Используя спасательную веревку и штурмовую лестницу, пострадавшую вытащили на поверхность. К месту происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. После осмотра женщину госпитализировали в районную больницу. Первые выходные лета завершились неудачно для 45-летнего водителя Volkswagen Passat и его пассажира. Инцидент произошел в Петриковском районе. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся. Всему виной неправильно выбранная скорость. Водитель не справился с управлением. Мужчины получили травмы и госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Рыбалка в Гомерском районе закончилась трагедией. Возле деревни Марковичи в результате несчастного случая утонул подросток. Предварительно известно, что группа школьников отдыхала на берегу озера. Затем один из них вошел в воду, отпыл от берега на 15 метров и исчез. Друзья 15-летнего мальчика сразу вызвали спасателей. Водолазы оперативно прибыли на место и начали поиски, которые продлились более четырех часов. На прошлой неделе в деревне Иваново-Слобода произошел пожар в одном из домовладений. Горели сарай и кровля жилища. Работники местного лесничества Сергей Роговой и Александр Воробей первыми его обнаружили и спасли от пожара двух мальчиков. Четырех и семи лет. Героический поступок лесников из Лельческого района не остался без внимания. Председатель Лельческого райисполкома Сергей Косинский вручил храбрым лесникам благодарственные письма и ценные подарки. Мужчины не считают себя героями, скромно говорят, что просто оказались в нужное время в нужном месте. Основной задачей милиции и общественной безопасности является обеспечение спокойствия граждан, охрана порядка, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, оказание в пределах своей компетенции помощи населению. Как выполняются эти задачи и с чем сталкиваются гомельские милиционеры в своих буднях? Наши корреспонденты узнали, побывав в пятничный вечер в рейде с сотрудниками патрульно-постовой службы. Спокойствие граждан, проживающих в железнодорожном районе Гомеля, ежедневно обеспечивают 2-3 экипажа на патрульных машинах и еще несколько пеших нарядов милиции. Центр города, куда отправился наш экипаж, богат на различные развлекательные заведения и места отдыха, в которые ближе к вечеру массово съезжается молодежь из других районов. К тому же в зоне ответственности правоохранителей находятся два вокзала – автобусный и железнодорожный. Проверив несение службы патрульных на ЖД вокзале и убедившись, что обстановка спокойная и находится под постоянным круглосуточным контролем, наш экипаж отправился патрулировать близлежащие дворовые территории. Кстати, все злачные места, где граждане распивают спиртные напитки, милиционерам хорошо известны. Проехав по узким дворикам улицы Курчатова, мы подъезжаем к автовокзалу, где молодые люди, которым стало скучно выпивать внутри питейного заведения, решили продолжить праздник прямо на улице, у всех на виду. Убедившись в отсутствии у нарушителей запрещенных к свободному обороту веществ и опасных предметов, молодых людей доставили в опорный пункт для составления протокола об административном нарушении. Недалеко от пункта охраны правопорядка, спрятанные в зелени дворов, находятся несколько частных компаний. В офисе одной из них молодые люди тоже отмечают конец рабочей недели, периодически выходя покурить и попить пиво. Оформив протокол, наш экипаж отправляется дальше. В одном из дворов замечаем на скамейке двух женщин, бурно обсуждающих какую-то проблему с мужчиной. По внешним признакам все трое выпившие. Уточнив, что это жильцы соседнего подъезда, троицу вежливо просят разойтись по домам и не нарушать общественный порядок. По радиостанции поступает сигнал уточнить обстановку в одном из частных домов. По номеру 102 позвонил мужчина и сообщил, что после совместного распития спиртных напитков женщине стало плохо. Она упала и лежит на земле. Приняли, удвигаемся. Прибыв по указанному адресу, стало ясно, что криминала здесь никакого нет. Женщина нуждается в медицинской помощи. Стражи правопорядка сообщили информацию в дежурную часть и вызвали скорую помощь. Женщину оперативно доставили в больницу. Далее наш экипаж обследовал еще несколько улиц Ждорожного района Гомеля. Но каких-либо нарушений выявлено не было. То, что в центре все спокойно и милиции обеспечена необходимая безопасность, подтвердила и пятничная сводка. С целью недопущения совершения административных правонарушений и преступлений сотрудники милиции осуществляли охрану общественного порядка, контроль за состоянием правопорядка на обслуживаемой территории. Особое внимание уделено состоянию правопорядка на дворовых территориях многоквартирных жилых домов. Так, на территории областного центра за прошедшие сутки было задержано 39 граждан, распивающих алкогольные напитки в общественных местах, либо находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Последние привлечены к административной ответственности. 13 лиц было помещено в специализированный изолятор. В Беларусь после долгого перерыва наконец-то пришло тепло. В последнюю неделю столбик термометра зашкаливает даже по летним меркам. Для некоторых граждан это послужило поводом к распитию спиртного и пива в парках, на улицах, спирах, на пляжах. Сотрудники милиции напоминают, что такие поступки влекут за собой административную ответственность. В условиях пандемии велосипед стал едва ли не самым популярным средством передвижения. В период пика заболеваемости многие белорусы перестали ездить в общественном транспорте и предпочли двухколесное средство передвижения. И действительно, велолюбителей на улицах стало больше. Особенно это заметно в областных центрах. Но, как говорят милиционеры, слабая защищенность велосипедов всегда привлекала мелких преступников. И этим летом не стоит ждать исключения. О том, как уберечь свой велосипед от кражи и на какие виды хищения, чаще всего решаются злоумышленники, в репортаже Вероники Гамзюковой. Велосипеды сегодня в моде. Однако далеко не все сообщество велолюбителей ездит по правилам. Некоторые представители движения не только создают опасные ситуации, но и провоцируют ДТП. За пять месяцев этого года произошло 16 происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Пять ДТП произошло по вине самих подростков, трое из которых были велосипедистами. Именно так произошло 11 марта в Гомеле, где 27-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Lantra, поворачиваясь с Советской на улицу Телегина, совершил наезд на 13-летнего подростка. Как видно на этих кадрах, водитель притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, остановился и предоставил преимущество в движении пешеходам и велосипедисту. После чего возобновил движение. Но спустя несколько метров он совершил наезд на 13-летнего велолюбителя, который, не спешиваясь, выехал на дорогу в неустановленном месте. Мы стараемся каждый раз обращать внимание на такие происшествия. Всегда рекомендуем, как себя следует вести. Выкладываем определенную информацию по, опять же, правилам дорожного движения, как надо ездить. Сейчас в планах, конечно, есть запись социальных роликов на такую тему. То есть, как себя вести в городе, чтобы никому не мешать и обезопасить себя от неприятных ситуаций. С целью предотвращения таких ДТП с сегодняшнего дня ГАИ проводит комплекс профилактических мероприятий «Юный велосипедист». Сотрудники госавтоинспекции организуют рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних. Движение на велосипеде должно осуществляться по тротуару, велосипедной пешеходной дорожке. В случае отсутствия таких, то по обочине недалее метро от края проезжей части. Хотелось бы отметить, что до 14 лет ребенок не имеет права двигаться по дороге в отсутствие совершеннолетнего лица. Исключением составляют пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, тротуары, а также закрытые территории для движения. Инспекторы отмечают, что среди гомельских велолюбителей многие сознательно относятся к безопасности детей. Гомельчанка Екатерина Коновалова убеждена, что лучшая профилактика детского дорожного травматизма – это пример родителей. Мы соблюдаем правила дорожного движения. Нужно переходить дорогу только на пешеходном переходе, только на зеленый сигнал светофора, предварительно убедившись, что все машины остановились. Если мы ездим на велосипеде, то обязательно надеваем детям шлемы. Демонстрируем детям то, как переходить дорогу на своем личном примере. Мы не говорим, что «Ай, зеленый, никого нету, побежали». Во время рейдовых мероприятий сотрудники ГАИ раздают тематические брошюры. Одна из них напоминает, какие правила должны знать и выполнять велосипедисты в возрасте до 14 лет. Вторая представляет подборку из восьми лайфхаков для несовершеннолетних. Вот парочка из них. Надевайте шлем, проверяйте исправность двухколесного средства, используйте жесты рук при езде на велосипеде и станьте заметнее в темноте. Отдельная проблема для правоохранителей – это небрежное отношение к своему двухколесному транспорту со стороны юных велосипедистов. Итог в большинстве случаев предсказуем. Нарушители их угоняют. Специалисты настоятельно рекомендуют следить за своим железным конем и покупать хорошие замки. На сегодняшний день злоумышленникам не представляет особого труда взломать данный велосипедный замок. Как правило, наиболее подверженным взломом является трос или душка, который злоумышленники либо перепиливают, либо перерезают, либо врывают из ее основания. Чем толще является его трос, тем сложнее будет злоумышленнику его перекусить, либо перерезать. И, как правило, чем дольше времени будет занимать взлом замка у злоумышленника, тем маловероятнее того, что преступник захочет взломать именно ваш замок. Можно отнести к отдельному виду цепные замки. Там цепь довольно-таки прочная и толстая. И много вызывает трудности у злоумышленника, чтобы его взломать. Владельцы также могут поставить свой велосипед на учет в милицию. Для этого необходимо обратиться в дежурную часть местного РОВД или к своему участковому инспектору. Такая мера предосторожности может помочь отыскать и возвратить велосипед в случае его похищения. База данных начала свою работу в 2015 году. И сегодня в нее внесены сведения о более чем 220 тысячах единиц транспорта. В среднем ежедневно свои двухколесные средства регистрируют порядка 100 человек. Итак, не оставляйте свой велосипед без присмотра. Обязательно закрепляйте его противоугонными замками и зарегистрируйте его в базе данных. А чтобы движение было только в радость, не забывайте и не нарушайте правила дорожного движения. Вероника Гомзюкова, Андрей Иванов. Специальная программа «Дефакто». О чем говорит статистика краж в общественных местах? Как защитить свое имущество на время отпуска? И как повысить шансы найти украденный телефон? Об этих и других вопросах, касающихся темы краж, прямо сейчас в студии программы «Дефакто» поговорим с заместителем начальника отдела профилактики УВД Гомельского облсполкома Андреем Бондаревым. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, урожаемые телезрители. Какое место занимают кражи в общей статистике хищений на территории Гомельской области и почему их доля достаточно высока? Краж занимает достаточно высокое место. Это одно из основных преступлений, которое совершается на территории Гомельской области, наверное, в целом и по всей республике. Потому что предметы, которые становятся, предметы преступного высягательства, которые совершаются и хищения, в последующем продаются, и люди получают на этом деньги, за которые уже тратят их по своему умыслу. По своему усмотрению. А в общей статистике вообще преступление – это большое место отведено под кражи? Да, это достаточно большое, это порядка 50% – это то, что совершаются кражи, именно под кражи. Ну, они, естественно, делятся на разные виды, с места, делятся и по месту, и по виду, то есть и по предмету преступного высягательства, то есть различные. Что чаще всего воруют? Воруют, можно сказать, так, что все то, что плохо лежит. Плохо лежит. Поэтому, как бы сказать, что чаще всего воруют, да, конечно, это и телефоны мобильные, это и велосипеды, потому что сейчас их достаточно много стало на улицах наших городов. Ну, и любые другие вещи, которых не оставляют без внимания наши граждане. Андрей Валерьевич, о чем говорит статистика краж в общественных местах? Есть в областном центре, например, у нас в городе Гомеле, такие объекты, например, ну, рынки, вокзалы, где нужно быть особенно осторожным, быть на чеку и не давать повода для того, чтобы вас ограбили или что-нибудь украли? Ну, в текущем году на территории Гомельской области в общественных местах совершено более 500 краж и более 60 грабежей. Это открытое хищение имущества. Можно сказать, что это почти половина, даже, ну, около половины тех преступлений, именно краж, которые совершены из общего количества краж. Предметами преступления становятся абсолютно разные вещи, и умысел на совершение преступлений тоже различный. В последнее время у нас участились случаи, когда умыслом для совершения преступления, грабежей в частности, становится беспечность лиц, которые их совершают. Вот в чем у нас сейчас беспечность? То есть они хотят проявить свою удаль, либо считают, что они будут пойманы за совершение какого-то хищения мелкого какого-то предмета. А то же вживательные резинки, бутылки водки или палки колбасы в том же магазине. Но все они забывают об одном, о том, что все наши практически магазины крупные оснащены видеонаблюдением, есть охрана, которая помогает. И то, что за эту шалость, как они в другой раз говорят, им грозит срок до нескольких лет. Но там же размер причинного вреда должен превышать несколько базовых причин, чтобы было возбуждено какого-то дела. Если это совершается тайное хищение, тогда да. Но если это совершается открытое хищение имущества, здесь уже действуют немножко другие рамки. И этот нюанс многие не знают? Кто-то не дает внимания, кто-то не знает. Но вместе с тем за это присутствует уголовная ответственность. Зимой мы наблюдаем рост хищений из дачных домов. То есть это тот период, когда люди еще не вернулись на свои фазенды. Ну а возвращаясь, они обнаруживают, что побывали воры. Летом люди уезжают в отпуска. Тоже оставляют свои квартиры где-то без присмотра. И, наверное, это тоже влияет на, скажем, статистику хищений. Как защитить свое имущество в летний период, вот именно во время отпуска? Ну, чтобы защитить в летний период свое имущество в квартирах, в первую очередь необходимо оборудовать свое жилище, систему охранной сигнализации с выводом на пульт Департамента охраны. Потому что в настоящее время это единственная защита, которая может обеспечить сохранность имущества в квартире. Но с учетом того, что наши граждане свои же оставляют свои дома на длительные промежутые времена, не обязательно уехать в отпуск. Многие уезжают на дачу, особенно на летний период, и оставляют свои квартиры неукрепленными. То есть замки слабые, некоторые не работают, с проворотами ключ работает. В некоторых случаях даже двери не укрепляют, они на петлях еле держатся. То есть на это все обращают внимание преступники? Конечно, да. На это преступники обращают внимание, приходят и совершают хищение. И зачастую хищение из квартир совершается в присутствии самих владельцев. То есть просто заходят в наглую, проверяют, открытые двери. Пока кто-то спит или там смотрит телевизор, совершается преступление? Да, есть и такие факты, но большинство из них, это когда встречают на улице мало знакомых людей, либо знакомятся, не продолжительное время зная друг друга. Приглашают к себе домой, распивают спиртные напитки, а утром, когда просыпаются, обнаруживают, что в квартире пропали вещи. И таких историй, насколько я знаю, много, масса? Много. Таких историй очень много. И масса им приводить, например, достаточно, тоже можно всегда прийти. Легко ли раскрываются такие виды преступлений? Такие преступления раскрываются, не сказать, что легко, не сказать, что сложно. Все зависит от обстоятельств того, как произошли. То есть где познакомились, где покупали. То есть то, что может вспомнить сам пострадавший. Потому что если пострадавший не может ничего вспомнить, не описать приметы преступника, не о том, как он с ним познакомился, то, конечно, это вызывает определенные трудности. Раскрытие преступлений. У меня даже есть личное ощущение, что и существует определенная категория граждан, которые как раз таки выискивают себе партнёжов для распития спиртного, ну а потом совершают преступление. Есть и такие. Потому что, как правило, те лица, которые совершают преступления такого вида, они уже ранее судимы за аналогичные преступления. И они уже знают и как поведение самой жертвы, так и наши способы, которыми мы их пытаемся найти. Поэтому они принимают все меры, чтобы в последующем они не были найдены. В квартире что в первую очередь ищут воры? В первую очередь смотрят на ценные вещи, которые имеются. Это золото, золотые изделия, какие-то и другие ювелинные украшения. Деньги, которые в другой раз это всё лежит на видном месте. То есть на каких-то тумбочках, сервантах, техника дорогостоящая, которая стоит тоже на видном месте. Причём бывают факты, когда совершаются хищения, причём не каким-то посторонним человеком, а тем человеком, который вхож в эту квартиру, часто бывает в гостях, но проходя где-то в комнате мимо тумбочки, видя, что там лежит энная сумма денег, начинают у него чесаться руки, и он совершает преступление. Летом часто воруют велосипеды. В чём тут, скажем так, главный момент? В том, что владельцы не обеспечивают безопасность? Одной из причин совершения преступления – то, что они обеспечивают надлежащую сохранность своего имущества. В чём это заключается? Что многие пользуются велосипедами, сейчас их увеличивается, велосипедов каждым годом всё больше и больше становится. Приезжая к магазину, к офису, к фирме, оставляют, не пристёгивая их, оставляют в неприспособленных для этого местах. И либо используют велозамки с велотросиками, которые достаточно дешёвые, но не обеспечивают ту надлежащую защиту, которую могли бы обеспечить. На лестничных площадках, насколько я знаю, часто оставляют. Вот пример того, как велосипед выкатился из подъезда и был таков. Да, то есть люди считают, что подъезды наши оборудованы дверями, в которых имеются замки магнитные, электронные, и считают, что это является сдерживающим средством для того, чтобы подотвратить хищение их имущества. Но это значительно не так, потому что кто-то к кому-то приходит в гости, кто-то попадает в подъезд вместе с жильцами данного дома, с жильцами данного подъезда, и видя непристёгнутый велосипед, который стоит возле первого этажа, как правило, ставят их возле почтовых ящиков, либо на лестничной площадке, спокойно берёт его и выкатывает его на улицу, совершая хищение. Ну, чтобы дать милиции шанс раскрыть такое преступление, нужно поставить заранее свой велосипед на учёт в милицию. Да, это очень увеличивает шанс раскрытия данного преступления. Почему? Потому что наши сотрудники, проверяя лиц, которые пользуются велосипедами, проверяют эти велосипеды по базе. И если этот велосипед был поставлен в нашу базу, мы можем подтвердить того, что этот велосипед принадлежит тому человеку, который им пользуется. Если же идёт несовпадение, мы созваниваемся с владельцем, который был у нас зарегистрирован, и уточняем у него по поводу того, давал ли он свой велосипед кому-то, либо, может быть, с течением времени он его продал другому лицу. Ну, тем самым мы раскрываем преступление и возвращаем транспортное средство владельцу. Андрей Валерьевич, а как повысить шанс милиции в раскрытии преступлений, которые связаны с хищением мобильных телефонов? Ну, для того, чтобы повысить... Ведь они тоже часто происходят, и, по-моему, это тоже то средство, на которое в первую очередь злоумышленники обращают внимание. Да, это достаточно распространённый предмет преступного посягательства – мобильные телефоны, потому что они компактные, они дорогие, и совершаются такие хищения в большинстве своём за счёт беспечности наших владельцев этих телефонов. Они оставляют их на прилавках в магазине, чтобы достать портмоне с деньгами, расплатиться в кассе. Либо оставляют их в барах, на барных стойках, либо в ресторанах на каких-то столиках, уходя потанцевать или в туалетную комнату. Таких примеров тоже масса, много всевозможных вариантов, как можно совершить хищение телефона. Но для того, чтобы повысить шансы того, что телефон будет найден и возвращён владельцу, в первую очередь нужно незамедлительно сообщить о данном факте. Почему? Потому что чем быстрее пострадавший сообщит о том, что у него совершено хищение телефона, тем больше шансов найти этот телефон и вернуть его, поскольку он не будет кому-то продан и, естественно, перепродан в последующем либо разобран на какие-то запчасти. Ну что ж, я благодарю вас за конструктивный и содержательный разговор. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка мировых происшествий, которые попали в объективы камер наружного наблюдения и мобильных телефонов со всего мира. В Башкирии появился свой безумный «Макс». Жители региона сняли видео, на котором большая машина движется по проезжей части, а из-под колёс во все стороны летят искры. Пользователи заметили, что, скорее всего, водитель транспорта знал о происходящем, но не стал обращать внимания. В результате такой поездки порча дорог и большегруза, а также убытки на пару миллионов российских рублей. На русском острове автомобиль упал в судоходный канал. В момент падения засняли очевидцы. Водитель легковушки, приближаясь к повороту в сторону причала у поселка Канал, решил не снижать скорость движения и поехал прямо. В результате машина вылетела с проезжей части прямо в воду и начала тонуть. По официальной информации МЧС, ГИБДД и Минздрава пострадавших нет. К специалистам этих ведомств за помощью не обращались. В Хабаровске прохожий спас трехлетнего ребенка. События разворачивались как в фильме. Мужчина ехал с ребенком на микроавтобусе. В какой-то момент он решил развернуться в неположенном месте. И тут в него врезалась встречная машина. После удара отец-нарушитель потерял сознание. Но машина не остановилась и начала крутиться по кругу. В результате чего из окна выпал малыш. На помощь ребенку бросился прохожий, который и спас мальчика. А итальянцы начало лета встретились с сугробами по пояс. В Ломбардии прошел дождь с градом размером с грецкий орех. В результате в городах Альцана и Нембра были подтоплены улицы, подвалы, переходы и подземные паркинги. Некоторые автовладельцы оказались заблокированными прямо посреди дорог. Пожарные и спасатели провели несколько десятков операций по эвакуации. Посетители гольф-клуба в американском Хэрдвилле стали свидетелями необычной драки. Прямо на их глазах крупные аллигаторы вцепились друг в друга мертвой хваткой, издавая устрашающие звуки. Схватка продолжалась более двух часов. Но в конечном счете, за явным отсутствием победителя, соперники покинули поле боя. На сегодня все. Берегите себя. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова